В преддверии Дня Победы Комитет по госустройству и местному самоуправлению под председательством Александра Клиновского провел тематический семинар «Мы этой памяти верны». Депутаты Законодательного собрания, представители муниципалитетов Тверской и Новгородской областей, профильных организаций, патриотических молодежных объединений обсудили вопросы увековечивания памяти героев, наших земляков. Благовский район для проведения выездного семинара был выбран не случайно. В июне прошлого года, благодаря совместной работе Законодательного собрания, Регионального управления Росреестра, Центрального филиала Минтранса России, местных властей и жителей, безымянный остров на озере Большое Пертешно, деревне Нарачино, Выползовского сельского поселения получил официальное название. Теперь он носит имя уроженца этих мест, участника Великой Отечественной войны, героя Советского Союза Евгения Ивановича Кузнецова. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Жители деревни до сих пор бережно хранят память о своих земляках, воевавших годы Великой Отечественной войны. Своими силами создали мемориал, о котором с гордостью рассказывают гостям. Он установлен на том самом месте, откуда красноармейцы уходили на фронт. Участники семинара возложили к мемориалу цветы. Обычный деревенский дом. И окна смотрят, провожают. И также родители и родные ждут, когда они вернутся обратно. Вот в этом плане была такая задумка. В такой деревне и 25 человек это, конечно, очень ощутимо. Идею дать имя Евгения Кузнецова острову нараченцы встретили с большим энтузиазмом. Радостному событию предшествовала большая подготовительная работа. Заместитель руководителя управления Росреестра по Тверской области Ольга Новоселова рассказала, что в 2020 году Росреестр совместно с Центром геодезии, картографии и инфраструктуры, пространственных данных выпустило здание имена героев на карте России. Но ни одного географического объекта из Тверской области в сборнике не оказалось. Региональное управление Росреестра выступило с инициативой о проведении соответствующей работы и Верхней Волжье. Законодательное собрание нас поддержало в этом направлении. И мы провели совместно большую работу, которая изначально заключалась в том, что был найден географический объект на территории Тверской области. Этот объект находится в Балаговском районе. Подготовлены соответствующие материалы, были направлены в законодательное собрание. И на итог мы получили результат в виде наименования данного острова. Законодательным собранием совместно с органами местного самоуправления Балаговского района были проведены все обязательные процедуры. И уже в апреле 2022 года депутаты областного парламента единогласно поддержали инициативу о присвоении острова на озере большой пертешной имени героя Советского Союза Евгения Кузнецова. Для нас очень важно, что имя героя увековечено в названии острова. И это на самом деле дисциплинирует и жителей, и гостей, которые приезжают к нам в Балагове. Балагове славится озерами, славится лесом. К нам приезжает большое количество людей из Санкт-Петербурга, Москвы и из других городов. И посещая такие места, они могут также прикоснуться к истории нашей страны. Вспомнить героев, которые отдали свою жизнь за мирное небо. Мы то поколение, которое узнает о подвигах героев Великой Отечественной войны через рассказы. Это наших дедушек, наших бабушек, тех детей войны, которые прошли действительно эту пору в детстве. И, соответственно, наша задача сегодня передать эту память как раз-таки нашим детям, нашим внукам. Это самая, я считаю, важная задача, которая сегодня стоит перед всем обществом, перед каждым человеком. Участники семинара поделились с коллегами своим опытом увековечивания памяти земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Во всех муниципальных образованиях патриотической работе уделяется особое внимание. Долго мы счастливились, чтобы присвоить звание, увековечить память героя Советского Союза, который родом из деревни Нарачино, родом из этих мест. И вот местные жители, они все очень восприняли на ура факт присвоения этому острову имени героя Советского Союза Кузнецова. Работа с молодежью ведется в образовательных учреждениях в рамках общественного детско-юношеского движения «Юнармия». Недавно созданы организации «Детей молодежи. Движение первых». И, как отмечали выступающие, сегодня особенно важно воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма и сопричастности к судьбе своей малой родины.